В каких специалистах будет нуждаться область через 5 лет? Как пройти собеседование безболезненно для нервов? И как бизнесмену проложить дорогу к клиенту? На эти и другие вопросы вам отвечу я, Юлия Конькова. В эфире программа «Деловой Саратов». Через 5 лет в Саратовской области будут востребованы менеджеры по продажам, IT-специалисты, биохимики, маркетологи и инженеры. К такому выводу пришли сотрудники компании Headhunter. Они проанализировали более полутора тысяч вакансий, которые есть на их сайте и сделали прогноз, основываясь на тенденциях рынка. Работодатели, как показали результаты исследований, нуждаются в притоке молодых кадров в следующих сферах – отрасли продаж, финансов и банков, консультирование. В 2020 году возрастет спрос на специалистов в сфере нанотехнологий. Далее топ-10 продолжают сферы – биохимия, генетика, медицина, фармацевтика, маркетинг, реклама, производство. На самом деле, вот этот вот список топ-10 востребованных специальностей для молодежи, он плюс-минус схож в большинстве регионов. В ряде регионов есть больше вбит в сторону продаж. Где-то ближе ко второму месту стоит блок информационной технологии интернет-мультимедиа. На ближайшие, там, может быть, даже 10 лет можно говорить о тенденциях следующих. Ну, во-первых, конечно, отрасль продаж, она никуда не денется. Потому что продажа – это, в любом случае, передний край общения с потребителем. И эти специальности, они, в общем, не требуют какой-то особенной начальной квалификации. В этой отрасли спрос будет, безусловно, и в ближайшие 5-10 лет. Хорошая возможность как раз для молодых специалистов, потому что их работодатели готовы рассматривать. Для них это хороший старт, возможность научиться вообще работать в бизнесе. Безусловно, сохранится спрос на специалистов в сфере производства. Опять же, в силу того, что опытные специалисты, они переходят в более старшую возрастную категорию, уже не имеют возможности так активно работать. Поэтому производственные компании, они будут, конечно, все больше и больше рассматривать молодых специалистов. Все, что касается интернет-специализации, то есть это специалисты по SEO-продвижению, специалисты по соцсетям, блогам, форумам и так далее. То есть это все, что позволяет бизнесу завладеть вниманием потребителей через сеть. Собираетесь на собеседование, но переживаете, что не справитесь с волнением? Не зря. Недаром психологи говорят, что интервью с работодателем – огромный стресс не только для неопытных соискателей, но и для профессионалов. Что надеть на собеседование, как вести себя во время диалога с работодателем и как правильно отвечать на вопросы? Об этом в нашем следующем сюжете. Ваша главная задача – пройти таможен. Все. Ваша задача – пропустить или не пропустить его. Они могут быть все чистые, а могут быть все с товаром. Мысленно переносит их столичный аэропорт. Таможенники и иностранцы, как пример, взаимоотношения работодателей с соискателями. Есть вербальный контакт, речь и невербальные мимика, жесты, поза. С одной стороны, иностранная семейная пара, от их лица говорит переводчик, с другой – суровые таможенники. Одни пытаются пройти кордон в игре, в жизни собеседования. Другие узнают все об иностранцах, а в реальности – о соискателях. А психологи указывают на ошибки в общении. Одно из немногих. Вы очень часто говорили «э». То есть вы заполняли паузу определенными словами. Второе. То, что когда вы смотрите с человека, первое, то, что есть – это контакт глазами. У вас контакт глазами был? Ну, периодически, когда я мог видеть глаза таможенника, я старался на них смотреть. Всегда нужно, когда вы заполняете паузы, лучше смотреть в лицо человеку, в его глаза. Но одно «но». Если вы будете долго смотреть человеку, это будет восприниматься как агрессия. Вы сейчас отвечали, вы сейчас объясняли. У вас насколько была уверенная речь? Ну, вы сейчас слышите сами. Арсен, что вы делали, когда вы общались с переводчиками? Я смотрел, ну, я параллельно еще оценивал и компанию. Вы обращали, как он в данном случае реагирует, его тело, но забывали то, что вы говорите. Грубо говоря, вы наезжали на него. Ну, да. То есть постоянно вы проявляли некую агрессию. Часто в собеседовании мы делаем то же самое. Мы перебиваем, мы хотим дополнить или еще что-то. То есть мы наезжаем на него, проявляем агрессию, тем самым мы отталкиваем сами от себя. Перекрещенные руки, перекрещенные ноги, это говорит только лишь о том, что человек закрывается. Да, когда человек закрывается, это уже о чем-то говорит. Когда человек приходит на собеседование, он еле-еле открывает бочком-бочком, глаза в пол и продвигается, присаживается на стол. То есть присаживается, как правило, на краешек стола, и люди очень неуверенно себя чувствуют. Так первое, не то чтобы ошибка, а первое качество, которое они проявляют, это неуверенность в том, куда они пришли и зачем они пришли. Хотя пришли, они устраиваются на работу. Еще одна ошибка – соискатели очень часто уходят от прямого ответа на вопрос, зачастую просто не слыша его. Вы можете сказать, какого цвета полувер у девушки и вот они? Черного цвета. Ты можешь мне сказать, какого цвета полувер у девушки и вот они? Конечно, могу. Услышали? Да. Разницу услышали? Какую? На какой вопрос мне отвечал овца? Я ответил на ваш вопрос. Ну, точно, он не на мой вопрос отвечал, он отвечал на свой вопрос. То есть мы очень умные, мы настолько умные, что начинаем отвечать вперед, даже нас этого не спрашивая. То есть, Арсен, ходить можете? Могу. Бегать можете? Могу. Курить можете? Не могу. Не можете? Можете сказать, какого цвета? Могу. Один из важных советов, которые дают специалисты, необходимо собрать информацию. До той компании, куда вы идете трудоустраиваться, очень часто соискатели пренебрегают этим правилом. А еще важно сдать себе цену, в прямом смысле слова, и не бояться назвать ту зарплату, которую устраивает. Уверенность и искренность понравится работа дателю и сыграет на руку. Ошибаются не только соискатели, проходящие собеседования, но и бизнесмены. Только в другом. Предприниматели зачастую не могут найти потребителей своего товара или услуги. А если находят, не знают, как удержать. Причем, по словам специалистов, ошибки, которые совершают бизнесмены, распространенные и однотипные. Всего их насчитывают около тысячи. Самые типичные из ошибок мы решили обсудить с нашим экспертом. Проблема не в привлечении клиентов вовсе. Это нам так кажется, что если у меня пустой торговый зал или пустой офис, то у меня нет клиентов, и нужно их срочно привлекать. Зачастую проблема в другой плоскости. Она находится в сфере сервиса. То есть мы прилагаем массу усилий, рекламируемся, делаем акции, нанимаем промоутеров, еще что-то, еще что-то. Люди доходят и уходят. Доходят и уходят. Не работает то, про что предприниматели говорят. Это самое главное реклама, это сарафанное радио. Вот как его запустить? Потому что это то наше все, которое позволяет с минимумом усилий получать максимум результатов в продажах. Вот это не запускается, ибо это сервис. А вот что такое сервис? К сожалению, увы и ах. И мы ведем различные в соцсетях, различные рассылки, подписки, посвященные саратовскому сервису. Дело не в саратовском сервисе. Сервис везде идентичен. Что в Саратове, что в Москве, что в Питере. Не умеем мы еще любить клиентов. Поэтому клиенты доходят, их не полюбили, они развернулись и ушли. И поэтому усилий на привлечении все больше и больше, а результатов все меньше и меньше. Потребители стали искушенные. Нам уже хочется внимания. Нам хочется, чтобы для нас сделали максимум всего за минимум денег. Особенно с учетом различных купонников, сайтов, где все можно купить за очень дешево. С учетом, что мы всему этому уже научились. Интернет продажи развиваются. Вот, собственно говоря, об этом мы и говорим. И в результате мастер-класса люди находят в себе партнерство. Они начинают понимать, как сейчас необходимо кооперироваться. Какие инструменты сейчас становятся рабочими. Один из самых эффективных сейчас становится это партнерство. На самом деле кажется, что это простой метод, но многие компании считают, что да, я такой уникальный, но я не готов обмениваться своей клиентской базой. Я не готов делиться своими секретами бизнеса. Но на самом деле в кооперации сейчас как раз и заложена та суть. Во-первых, это снижает затраты на рекламный бюджет, потому что вы уже получаете нужную вам целевую аудиторию. Вы уже знаете о потребностях и тем более это рекомендация, рекомендация того, кому вы уже доверяете. Поэтому само партнерство сейчас является одним из ключевых и самых выгодных способов привлечения клиентов. На этом у меня все. До следующих деловых встреч в эфире телеканала ТВ-Центр Саратов. Спонсор проекта – компания Headhunter.